Рассмотрим пример. Открытый пункт у нас, который должен быть зашифрован, это шифра. Шифра. Это буква. То представление, которое мы с самого начала показывали, это x1, это x2, это x3, это x4. Вот у нас четыре буквы. Их номера 1, 2, 3. Ну и, соответственно, у нас один только блок. И вот ключ у нас возвращается как раз на один блок. И поэтому мы давайте посмотрим, какой же будет процесс у нас зашифрования. Это будет, соответственно, у1. У нас будет равняться x, k от единицы. Ключ k от единицы дает нам x3. Ну, x3 у нас вот она, f. y2. И у нас равняется x, k от двойки. k от двойки у нас единица. Вот x единица и равняется ш. y3. x, соответственно, k от тройки. Ну и равняется... x4. x4. Ну и равняется f. Ну и y4. x100 на 4 и равняется x2. Вот получился у нас шифр-текст. Тут трудно даже произнести его, да? Давайте посмотрим, как теперь проходит процесс расшифрования. То есть нам надо найти по шифрованным тексту Y1, Y2, Y3, Y4, найти открытый текст. Используем ключ от шифрования X1. У нас будет равна Y К минус первая от единицы. К минус первая от единицы это 2. Равняется Y2 и равняется Y2 у нас шапка. X2 равняется Y К минус первая от двойки. Ну, К минус первая от двойки это 4, Y4 и равняется Y4 у нас X3, Y, К минус первая от тройки. Тройки у нас 1, да? Y1 и равняется R. Ну, это общий шифр перестановки. Ну, понятно, как вы видели, как быстро растут тут число ключей, как пользоваться такими ключами, как их передавать, хранить огромное число. В то время это было просто неудобно и даже невозможно. Ну, и даже, в общем, такого общего представления о шифровой перестановке в древности не было. Изобретались просто первые способы запутывания, так сказать, преобразования. Ну, и давайте посмотрим, какие же это были, какие исторические способы преобразования, перестановки и запутывания. Исторические, и главное, это было удобство пользования. Ну, и если подчеркнуть, что тогда не было не только компьютеров, никаких кальпуляторов не было, и, в общем-то, образованных людей было не так много, то даже такие исторические шифры не использовались, и, в общем, с успехом некоторые исторические шифры не влапывались. Ну, это, во-первых, шифры были известны еще с аэродуками, с клинописью, с аэродуками, с аэродуками, с клинописью, с аэродуками. Симпфай, тогда, когда-либо вспоминяли лекарским с такие шифры, эти шифры уже, шифры в алфавите, в современном geometry, То есть шифр «Спитал» — это 5-й век до нашей эры, «Спарта». Первый шифр зафиксировал, что он использовался в военном деле. Шифр очень простой. Брался барабан, который, собственно, и назывался «Спитал». На этот барабан наматывалась лента. Например, «Спарта» или другая лента. И на этой ленте вдоль барабана писалось сообщение. Например, «Спарта». Потом лента разматывалась, и, в общем-то, беспорядочный набор символов на этой ленте. Вот. Ну, шифр очень простой. Понятно, что является секретный ключ. Секретный ключ здесь. Секретный ключ. Ну, диаметр. Диаметр. То есть надо взять скитал такого диаметра, намотать ленту, и мы прочтём вдоль барабана скитала текст. Ну, несмотря на какое простое решение, этот шифр действительно использовался. Известно как раз в «Спарте». Таким шифром было принято донесение гонца, Азадыд, патрусивших, высыпившихся на вулканах персов. Вот. Вернее, донесение там было написано, конечно, своим, как бы сейчас сказали, шпионам, который он родился в лагере персов. И Горис, Азадыд, даже не знал об этом донесении. Вот. Из Костанки, так и сам почитал сообщение, узнал там о коварстве афинян, которые собирали заключить с персами союз. И вот неожиданно собрал войско и неожиданно высадился на берегу, где был разбит в лагере персов. И держал победу. И к этому времени относится, ну почти к этому времени, чуть позже, может быть, и первый метод криптоанализма. Криптоанализ такого шифра. Криптоанализ. Ну и предложил его небезызвестный вам Аристотель. Аристотель предлагал вот эту ленту наматывать на кодус. На кодус. И соответственно там в тех местах, где можно было почитать отдельные части слов, ну в общем можно было понять, что это не случайность. Это, собственно, и был там диаметр. У них секретный. То есть у Аристотель было такое простое решение для криптоаналиста. В качестве скитала использовались разные городбаны, в том числе и небольшого диаметра. У нас есть вот такая шифра. Например, копья. Шифра часто-клос. Часто-клос. Секретный ключ. Х. Высота. Высота. Высота шифра. Ну я на примере, наверное, напишу, и вы сразу увидите, как он работает. Открытий текст. Открытый текст. Часто-клос. Записывается. Х равняется 3. Записывается в виде вот такого частофора. А именно. Разве на 3. Час. То-пол. Ну и шифра текст получается в результате считывания по строчкам. С. А. Т. А. Л. Часто. Ну, понятно, как его это расшифровать. Более сложные шифры исторически простая табличная подстановка. Табличная подстановка. По полу. Перестановка. Часто. 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 С праздником. Часто. 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 Известного ракнета. Например, 4 на 5. Открытый текст за шифрованием. Записывался по строчкам. Например, 4 на 5. Открытый текст за шифровом. Р, П, Ч, И, Е, С, А, Н, Р, А, Л, Я, С. Ну, это шифрованный текст. То есть это у нас процесс за шифрованием. Ну, чтобы здесь получается таблица 20, секретный ключ, размер таблицы. Ну, надо, чтобы прочитать, взломать имеется в виду, то достаточно угадать размер таблицы. Ну, если тут 20 символов, то вот варианты дневного. 4 на 5, 5 на 4, 2 на 10 и 10 на 2. Легко угадывается. Поэтому мы добавляли символы, чтобы скрыть размер таблицы. Но это, впрочем, не очень-то и помогает. Поскольку, если известно, что это простая табличная перестановка, то взломать можно, читая по буквам через 1, например. Через 1. Через 2 на 3, П, П, будет ясно, что 2, П подряд фактически не будет. Через 3 на 4, П, Р, пропустил, а, О пропустил этот. То есть, когда В, О, помещается П, Р, С. Все равно П, Р, С, да, потом Т, потом А, то есть можно так читать. Хорошо, но расшифрование понятно. Расшифрование. Расшифрование. Шифры в тексте записываются по столбцам. Открытый текст считывается по столбцам, по столбцам. Более сложный способ. Ну, понятно, что такой способ простой табличная перестановка усиливает. Простой. Нельзя, нельзя, она называется простой. Усложненная табличная перестановка. Есть разные методы усложнения. Теперь мы будем записывать уже не подряд строк. столбик, а с некоторой перестановкой. И неподряд столбцит, а тоже с некоторой перестановкой. Ну, и, собственно, что же и перестановка при записи и считывания, это и есть, собственно, секретный ключ. То есть секретный ключ. Само-само понятный размер позиции, но он уже не так важен, поскольку секретный ключ. Порядок. Порядок. Записи. Открытого текста и считывания. Ну, для того, чтобы в порядок и мощность ключевого пространства, в данном случае будет у нас, если произвольная перестановка, строк, это 4 факториал. Произвольная перестановка столбцов, это 5 факториал. Ну, если вы помножите, то это будет 2880 различных ключей в таком шифре. Ну, это, собственно, примерно столько, сколько в обычных замках наших, в обычных замках, в наших, в обычных замках, в дверь. Ну, для того, чтобы этот шифр, этот ключ, этот шифр удобно, этот шифр удобно воспользоваться, ну, правило, напоминание ключей очень простые, легко. Ну, например, можно использовать слова из разных букв. Например, шифр. Другой слов. И запись фиксируется номерами буквы алкоги. Здесь такое, весна. Такой равенок уже идет. Ну, и тогда порядок записи будет. Первая буква строка И, вторая буква Р, по алфавиту идет, потом третья и четвертая. Ну, а здесь порядок считывания. Первая буква В, вторая буква А, вторая буква А, вторая буква В, третья буква Е, четвертая и пятая. Ну, порядок, соответственно, считывания. Ну, и тогда мы окрыли текст. Опять по строчкам запишем, но уже в другом порядке. Ну, например, вот, как запишем вуз, вторая строчка вот будет. Мы записали порядки, которые определяются двенечами. Ну, и шифр текст. У нас считывание по столбцам. Вот первый столбец Е, Я, Ж, У, Л, А, второе столбец, И, У, Я, Н, и третий столбец, соответственно, Ч, С, Т, Е, ну, и тогда, я не писал это. То есть, и число ключей здесь довольно быстро растет. Если мы скажем при каврице 6 на 6, это будет мощность ключевого пространства. Мощность ключевого пространства будет 6 на вторяло в квадрате. Ну, это, сколько я полную, 512 тысяч. То есть, уже полмиллиона ключей здесь, там, по-моему, 512 тысяч тысяч. Полмиллиона ключей. Уже при такой таблице, ну, уже 3 тысячи нужно перебирать, если взламывать. Ну, а ручную перебирать полмиллиона, это невозможно. Ну, я хочу подчеркнуть теперь, что если мы рассматриваем эту таблицу, эту таблицу определяемый блок. Ну, скажем, 3 тысячи ключей здесь уже огромное число, там, полмиллиона ключей. Но если сравнивать с числом всех возможных ключей в этом блоке, то это будет примерно 4 на 10, ну, 41. То есть, это такое число ключей, которое вообще нельзя с таким числом ключей работать и с современными компьютерами. А вот, и имеется в виду, если их так перебирать. То есть, вот эти методы, они, конечно, дают возможность выбрать значительно меньше ключей, чем все возможны, но зато они очень удобны в использовании. Ну, здесь осложнения разные. То есть, разная запись могла бы открыть. Разная запись, скажем, по диагонали, считывание по-другому, или, допустим, выбирались темные клетки, которые... как темные клетки. И тогда число ключей зависело еще от расположения этих клеток. И мощность ключевого пространства тогда у нас была бы равна, ну, при решетке... при таблице... при таблице... н на n... мощность ключевого пространства была бы n, n-факторя, n-факторя, ну, и... какими способами можно выбрать эти клетки из всей таблицы? n помножить на n-факторя, если это клеток. То есть, уже огромное число было бы. Ну, здесь надо назвать еще, в общем-то, известный шифр, который был предложен. Шифр... Решетка кардана с знаменитым математиком. Решетка... кардана. Ну, кардан, как вы знаете, предложил уравнение... решение уравнения кублического и четвертой степени, правда, это были алгоритмы другие. Другого человека, а именно карданы. Вот, чтобы объяснить, как работает решетка кардана, я покажу вам секретный ключ. Решетка кардана. Это дырочки, просто, на квадратике. Это из какой-то выставки, где были представлены, в том числе, алгоритмы шифрования. Ну, а это решетка, чтобы продемонстрировать. Это тоже секретный ключ. Ну, вот именно места, где вырезаны окошечки, и является секретом. Вот. Ну, давайте, где-то удобнее, чтобы всем было видно. Ну, можно и здесь. Зашифруем какой-нибудь текст. Ну, какой нам было бы удобнее зашифровать. Самый секретный текст, кто-то знает. Какой текст зашифруем? Паруэрхал. Ну, ладно. Я иногда отждаю текст, который помещается. То есть здесь, смотрите, решетка 6 на 6. Так? Значит, 36 символов. Вот текст, который, наверное, 36 символов помещается. То есть блок 36 символов. Ну, давайте, завтра объявление. Завтра. Пишу по срочкам просто. Завтра. Вы пропустите? Нет. Нет. Вы пропустите? Да. Завтра. 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 Трава. В 3. Вот тут нарезано 9 окошечков из 36. Челюсть. Поворачиваю решетку. Завтра. Все закрыто. Видите? Там было в другую группу было R, да? 3 ЧА СА СОС состоится Вот уже половина написана СОС. Переповорачиваем. Все закрыто. СОС СОСТАЮТСЯ Ну, чтобы вышла до конца СОСТАЮТСЯ Так и напишем ЗЕ ЛЕ Вот 3 четверти написано Уже Поворачиваем Все закрыто. ЛЕ ЛЕ СОСТАЮТСЯ РЯ СЕ НЕ НЕ Это будет секрет большой. Открываем. Попробуйте расшифровать. Значит, естественно, вот этот ключ и есть вот который не в секрете. Поэтому не в таком виде, конечно, как я. Сейчас я ее держу на ней. Чтобы расшифровать мы, соответственно, ставим этот ключ и читаем как их, собственно, описали. Завтра и так далее 3 часа состоится и так далее все прочитаем. Чтобы поняли, что окошечки эти вырезаны не случайно. Они должны закрывать все написанное на предыдущих поворотах. Ну, давайте как выбирать секретный ключ. Выбор секретного ключа. Ну, то есть, давайте возьмем эту же решетку. Вот. 6х6. 6х6. Вот. Ну, разобьем решетку. Вот решетка. 6х6 на 4 квадрата. И квадрат один из четырёх. Зонумируем клетки определённым образом. Производным образом даже неопределённым. 6, 7, 8, 9. Остальные мы должны понанулировать квадраты с учётом поворота этого квадрата. Вот если мы его повернули вокруг центра квадрата и наложим на второй квадрат, то один из четырёх. Там попадает два сюда, три сюда, дальше четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Дальше поворачиваем. Получаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Поворачиваем ещё раз на 90 градусов, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну вот мы зонумировали. Здесь из тридцати шести клеток находятся девять чисел. Каждая из них четыре раза повторяется. Единицы четыре раза и так далее. Ну вот давайте посмотрим единицы. Мы, например, какую-то из них возьмём единицу. Если мы здесь вырезали окошечко, то мы уже не можем вырезать здесь его. Поскольку при повороте, если мы вырезаем окошечко, здесь записали какую-то букву, при повороте она не закроется, если мы здесь вырезаем. Аналогично мы не можем вырезать и здесь, потому что не будет закрываться и здесь. То есть единицу мы можем вырезать в одном только месте из четырёх. Аналогично с двойкой. Ну, скажем, если мы вырезали здесь двойку, то мы можем вырезать окошечко И. Вот на этом месте. Поскольку, если здесь мы написали букву при повороте решётки на 90 градусов, эта буква окажется не закрыта и будет работать так. И двойку, окажется, мы можем выбрать только в одном месте. Ну, аналогично, любую из девяти этих чисел мы можем выбрать только один раз и этот выбор определить секретный ключ. То есть, я произвольно много выбираю единицу. Где-то двойку, где-то тройку, где-то четвёрку, где-то пятёрку, где-то шестёрку, где-то семёрку, где-то у нас ещё семёрки есть. Вот если я на этих местах вырежу окошечки, то это будет решётка работы, как я показывал, при каждом повороте всё написано будет закрываться. Ну, и отсюда сразу мощность ключевого пространства, как K. Здесь у нас получается. Ну, в данном случае, каждое из девяти чисел четыре варианта есть, да? Значит, будет четыре девятых степени или, соответственно, более удобно два восемнадцатой степени. Вот. И два восемнадцатой – это больше, чем четвертых миллионов. Ну, два десятых – тысяча примерно. Два восемнадцатой – это два, то есть пятьдесят шесть. То есть больше, чем четвертых миллионов. Тут же на такой решётке перебор по всем ключам для расшифрования невозможен. В общем случае. В общем случае. При решётке 2n на 2n. Соответственно, мы получаем, что мы нашли из ключевого пространства. Ну, это логично. Шифруется один квадрат. У нас будет n квадрат чисел, которые надо записать. Четверть. Ну, если возьмем и опушечком здесь, вернее, клеток будет 2n на 2n и 4n квадрат. Значит, четверть будет n квадрат. В общем случае будет 4 в степени n квадрат и 2 в степени 2n квадрат. То есть экспоненциально растёт мощность пищевого пространства. Ну, к вам такой вопрос. А что, если мы взяли не квадратную такую каплицу, а прямоугольную? Можно ли построить такой шифр? Можно. Каким способом? Вот так перевернуть. Да, совершенно верно. При решётке 2n на 2m, в общем, можно тоже аналогично организовать работу шифры и аналогично выбрать ключ. Если перевороты делать в следующем образом. Вырезать, соответственно, вырезается n на m опушек. Четвертая часть. И записывается 1, записывается 2 в том же месте, записывается 2 и записывается 4. Ну, и ключ выбирается точно так же. Один из прямоугольничек такого. Нумеруется здесь и с учётом поворотов остальные числа записывается. Вот. То есть, решётка кардама. Она использовалась даже в военно-морских шифрах во время и во время Второй мировой войны. Ну, можно ещё тут заметить тоже интересный такой шифр. Магический квадрат. Магический, ну, ещё 5 минут. Магический квадрат. Магический квадрат. Это таблица. Таблица n на m, Ну, которая записана n квадрат в числе. n квадрат в числе. Ну, вот. Единицы до n квадрата. Вот так, что сумма по строкам с толцам и двум регуляриям одинаково. Ну, при таблице n на n, таблице n на n, таблице n на n в конкретную возьмём таблицу. Три на три. Три на три таблица. Ну, сумма всех чисел, соответственно, от 1 до 9, их 9 чисел, будет 1 плюс 9, помножим на 9, альфметическая прогрессия пополам. Вот, и если мы поделим теперь в каждой строчке одинаковое число, то поделим еще на 3, и мы получим, соответственно, сколько же находится сумма по строкам столбца в регионале. Чему равна? Получается 5 на 3, 15. Вот, в таком квадрате сумма должна равняться 15. Ну, в принципе, его, когда строить монетические квадраты, не такой простой алгоритм, если монетический квадрат большой. В данном случае я просто помню этот квадрат, и, соответственно, с точностью до поворота, 4 поворота, он единственный для ингредиентов. Ну, и вот давайте мы посчитаем теперь. Здесь 6 у нас, здесь 7. Ну, теперь так посчитаем, тут 8. Здесь получается 1. Ну, и здесь, что там, 2. Ну, вроде это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Так, ну, можно проверить по строчкам. По диагонали. 2 и 6, да. Да, 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 о, видите, как хорошо, что-то. 1-го строка неправильно начинается. Надо 2, да? Так. Надо 2. Тогда здесь, тогда здесь у нас получается 7, 8, так? Ну, так. Правильно. 6. Здесь получается у нас что-то 1. Здесь получается 7, и здесь получается 6. А, вот так. Как шифровать? Открытый текст. Записывается по строчкам. Ошифрованный текст. По номерам. Ну, почистим. Давайте какой-нибудь запишем. Например. МА. МА. ПЕС. ПЕС. МА. ПЕС. ЧЕС. ПЕС. ПЕС. Вот записали по строчкам. Это открытый текст у нас. Ну, отсюда получаем шифровый текст. Он будет по согласным номерам. К, перестановка, 2, это Г, 3, И, 4, М, 5, Ч, 6, И, 7, Е, 8, С и 9, А. Ну, вот перестановка. Вот. То есть магические квадраты тоже используют для шифрования. Причем, действительно, число магических квадратов растет очень-очень быстро. Что же по экспоненте? Ну, скажем, вот, n равняется 3, 1 квадрат. То есть, по численности полутора. n равняется 4, это 880. n равняется 5, это уже примерно четверть миллиона. Четверть миллиона. Очень быстро. И в Средние века, в общем-то, не знали еще даже достроить магические квадраты для большого размера, для большего размера. И потом же, поскольку они быстро растут, число, то надо для криптоаналяста строить все магические квадраты, а потом пытаться выбрать из них тот, который является секретным ключом. То есть, секретным ключом является конкретный магический квадрат. Ну, и надо сказать, что в то время еще нешуточным и серьезным аргументом пользуясь в стойкости таких шифров было квадрат магический, поэтому магия, по мне, помогает в стойкости шифра. Ну, я говорю, это может быть нешуточным аргументом, да. Вот, ну, надо сказать, что шифры перестановки использовались не только в военном деле, как мы отмечали, и там дипломаты, как чаще всего, но и так использовали учебные. Для того, чтобы закрепить за собой какие-то открытия, в которых они не были уверены и собирались уточнить их. И они составляли сообщения, делали анаграмму, то есть, как расшифровать перестановку анаграмма, публиковали ее с тем, чтобы потом, когда они более убедятся в своем открытии, когда они расшифруют анаграмму и получатся перестановку, ставятся за ним. Так сделали не единственные, например, в галерее, когда открыл телескоп, там ряд нашел, значит, интересных явлений в небе, четыре спутника Юпитера, ну, а на Сатурне наблюдал вот такие отростки. Он не мог понять, что это такое за отростки на Сатурне, и зашифровал шифром перестановки такой текст. Высочайшую планету тройной наблюдал. Ну, Сатурн был тогда последний от Солнца планеты известным, и никто не был известным. Вот. Ну и при этом добавил еще две буквы, латинские буквы, чтобы усложнить криптоанализм. Ну, и, к сожалению, он не дожил до того момента, когда были открыты действительно что-то такое сатурны, что-то польсы сатурны. Это через 50 лет только Бюйгер сделал, более сильный телескоп. И, в общем-то, тоже сошифровал свое предварительное сообщение и опубликовал его окружен кольцом тонким криптики наклоненным. Такого примерно содержания. Но что касается галереи, то, естественно, он был знаменитый ученый, находились люди, которые пытались все-таки узнать, что же он там зашифровал. То есть переставляли эти буквы, чтобы получить какой-то текст. Ну, тексты действительно можно получать. Вообще, если специально подобрать тексты, то можно получать разные тексты. Но, как правило, осмысленный текст один. Ну, здесь вот Кеплер составил из этих букв сообщение такое, что «Привет вам медицинь, Марсер по рождению». И считался за людей, открыл два спутника Марса. Потом, когда открыли через 300 лет, то называли «Colusus Deimos». Но, как видите, они были открыты только через 300 лет. Ну, я хочу сказать, что шифрование, в принципе, оно более широкое, чем для каких-то военных тайн или дипломатических способов. Но сейчас она везде шифрование, и личные переписки будут. Ну, давайте, ну, сегодня я забежал, закончим. И дальше мы поговорим. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.